Жители нескольких домов по улице Держнева остались недовольны работой коммунальщиков. Все дело в том, что несколько дней назад здесь прошел грейдер и срезал обочину, в которой, по словам жителей, были посажены цветы. Сами за свой счет озеленяем территорию, чтобы и у домов было красиво, да и у стюжа не радовались распустившимся растениям, говорят люди. К тому же срезанный песок выполняет здесь и функцию дамбы, не пуская к домам талую и дождевую воду. Чтобы вода не сходила. Как только дождь, здесь уже проходу нет. Вода вся здесь. Из-за чего и надо нам бугорок, чтобы не сходила вода. Все дело в том, что тротуар по нечетной стороне улицы намного ниже проезжей части и вся вода моментально заливает тротуар, что создает трудности пешеходам. И почему грядируют только у нас и происходит именно так, мы не понимаем. В один голос твердят местные жители. Почему с той стороны не чистят? Все с нашей. Наша сторона и так ниже. Она ниже идет. И очень близко они сарапают деревья. Эти деревья были посажены 50 лет назад и все это время защищали дома от пыли. Сейчас березы умирают, а ускоряют этот процесс коммунальщики, которые, по мнению жителей, намеренно вредят. Это настоящее вредительство. Я думала, что у нас в Устью где-то все же начальство получше. Не так, как на Украине. Там видишь, что задумает, то и дело. У нас это же, значит, у нас фашистство оказались здесь. Больше никак не назовешь. Это самое натуральное вредительство. Убирать дороги и срезать обочины согласно контракта подрядчик должен круглогодично. Оставшийся после зимы песок, а также грязь, которая на колесах автомашин выносится на асфальт, должны выбирать своевременно, отмечают в администрации. Как ни странно, горы вот этого грунта получаются очень большие. Измеряются они в сотнях кубометров. Если его не убрать, обочина будет завышена и дождевые воды будут стоять на асфальтном покрытии, разрушая дальнейшую дорогу. То есть это нужно обязательно для того, чтобы не было пыли, раз, и чтобы не разрушать дороги, в том числе и асфальтные, и гравийные, и щебеночные, любые дороги, не разрушать, чтобы вода не дорастаяла на дорогах. Тем временем Великий Устюг понемногу преображается. Накануне стартовали работы по озеленению городских улиц. В клумбы высаживают однолетнюю рассаду петунии, агерату, масальвию, ценерарию и бальзамин. Безусловно, я считаю, что нужно озеленять города. Возможно, не только высаживать цветники, также высаживать деревья, кустарники. Ну как для чего? Для того, чтобы города были зеленые, чтобы были не просто постройки, а был кислород, воздух, красиво, чтобы глаза радовались. В пользу случаях, обращусь к Устюжанам, не портить муниципальное имущество, не вырывать, не уносить их домой, так как все-таки это украшение города. Уже через несколько дней эти цветы распустятся и будут все лето радовать Устюжан. Скажите, пожалуйста, нравится ли? Ну а как ты думаешь? У вас радует, цветы есть. Конечно, нужно. У нас же туристический город, обязательно должно быть озеленение в городе. Высадке цветов предшествовала большая работа. Ландшафтные дизайнеры еще зимой разработали схему цветников, расположив растения в интересной и яркой композиции. Прежде чем оказаться здесь, на Великоустюгских клумбах, этим растениям пришлось проделать долгий путь. Несколько месяцев назад их высадили в Вологодском питомнике. После того, как они набрали цвет, их стали готовить к длинному путешествию. Проделав почти 500 километров, они оказались здесь, на главной улице Великого Устюга, на Советском проспекте. Для озеленения улиц было закуплено более 23 тысяч однолетних растений. В работах задействованы 8 специалистов, которые при условии хорошей погоды закончат посадку цветов в течение трех дней. Андрей Жилин, Максим Куласов, Антон Харьев. Новости провинции. Максим Куласов, Антон Харьев. Новости провинции. 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 Новости